Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Условно террорист пронес в школу бомбу. Росгвардейцы провели учение. Готовь телегу зимой, а трубы летом. В Самаре продолжают перекладывать теплотрассы. Закрыт на ремонт. Ботанический сад к декабрю преобразят. Закрасить ссылку. В Самаре борются с рекламой наркотиков. Далеко не уползет. Склон у драмтеатра укрепляют. Бомба в школе. Спецподразделения Росгвардии сегодня учились работать в условиях террористической угрозы. Чтобы сдержать условного преступника и обезвредить подозрительный предмет, им потребовалось несколько минут. Марина Кравцова наблюдала за учениями. Неизвестный молодой человек с подозрительной сумкой пытается пройти в здание гимназии. Первое препятствие. Охранник на входе. Мужчина пытается скрыться, но тревожная кнопка нажата. Неподалеку от школы нарушителя задерживают сотрудники управления вневедомственной охраны. Прохожие в недоумении, но волноваться не о чем. Так проходит учение Росгвардии. Отрабатывают действия при возможной террористической угрозе. В школе условный террорист успел оставить сумку. На вахте подозрительная сумка красного цвета оставил неизвестный гражданин, вышел из гимназии. Блокируйте, вызываю сок. Принял. Людей из здания эвакуируют и в дело вступают спецподразделения Росгвардии. В считанные минуты на месте группы разминирования четвероногий сотрудник с величественной кличкой Король Солнца свое дело знает. Собака показывает, в сумке взрывчатое вещество. Далее с подозрительным багажом будут работать саперы и взрывотехники. В зависимости от ситуации, то есть оценивается, что это за объект, то есть это какой-то реальный боеприпас, состоящий на вооружении или какая-то самоделка. В дальнейшем уже специалисты взрывотехники принимают решение либо уничтожать на месте, либо там применяются специальные средства разминирования. Сотрудники вне ведомственной охраны и спецподразделения Росгвардии сработали оперативно и слаженно. Все действия просчитаны до секунды. Такие учения в школах проводят перед началом каждого учебного года. Под защитой управления вне ведомственной охраны около 350 школ Самарской области. Остальные охраняют частные предприятия, которые тоже работают во взаимодействии с Росгвардией. Обеспечена охрана полностью. Вы видели, у нас есть тревожная кнопка. У нас расставлены камеры вай-фаевские по всей территории гимназии. В реальной жизни так же быстро и в полной готовности спецподразделения приезжают и по ложным телефонным звонкам о заминировании школ. И шутка ребенка затем грозит серьезным штрафом для родителей. Обратиться и к родителям. Скоро у нас в рамках антистеристической защищенности объектов образования и жизнеобеспечения начинается учебный год. Колоссальные службы, время и средства выходят на какие-то непонятные звонки. Я прошу очередной раз обратиться к своим детям, дабы не допускать таких шалостей. В этот раз на учениях отработали две вводные задержания нарушителя и работу по выявлению и обезвреживанию взрывчатых веществ. Даже в учебных условиях не возникло ни одной заминки и промаха. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Чтобы холода не застали врасплох в Самаре на завершающем этапе перекладка тепловых сетей. Среди сентября все работы должны быть завершены. Состояние теплотрасс сегодня проверяли члены выездного штаба по подготовке к отопительному сезону. Все ли идет по графику? Узнал Андрей Горгуленко. Самый крупный объект по перекладке сетей в этом году. Головной участок третьей магистрали Самарской ТЭЦ. По этим трубам вода поступает в тысячу домов. Рабочие уже устанавливают перекрытие и засыпают канал. Осталось только соединить 270-метровый участок с трубопроводом, уходящим в сторону Ташкентской. Обещают, что на следующей неделе магистраль запустят в работу. Она служила уже в свой нормативный срок. Мало того, на этой магистрали были повреждения. Соответственно, мы ведем полномерную перекладку. Уже третий год этой магистрали. То есть начали практически от Самарской ТЭЦ. И вот сейчас она вышла уже за Старозагору. Здесь, на пересечении Алматинской Старозагоры, работают даже с опережением графика. А вот на других участках комиссия, проверяющая готовность сетей к холодам и морозам, обнаружила ряд проблем. Где-то подрядчик не укладывается в сроки, а где-то мешают самовольные постройки, которые не позволяют приступить к замене сетей. Незаконное размещение на тепловой сети самовольных гаражей металлических. Принято решение 5 гаражей демонтировать, найти собственников, демонтировать, вывести, чтобы приступить к работам по восстановлению тепловой сети. Сейчас общая готовность теплосетей к зиме больше 70%. Всего нужно переложить около 20 километров теплотрасс. В департаменте ЖКХ уверены, к 15 сентября все работы будут завершены. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Ботанический сад закрывается на ремонт. С 14 августа там начинаются работы. Это особо охраняемая природная территория, и потому любые изменения ландшафта должны проходить под строгим контролем специалистов. Какие перемены ждут природный уголок в центре города, расскажет Олеся Корецкая. 34 гектара живой природы посреди города. Со следующей недели для посетителей вход будет закрыт. Здесь начнут восстанавливать забор и дорожки. Причем вместо асфальтовых сделают грунтовыми, чтобы не мешать природным процессам. Ремонт в ботаническом саду будет делаться прежде всего для растений, чтобы сохранить все 3,5 тысячи видов волжской флоры, собранной здесь. Ведь ботанический сад – это зеленый, золотой запас настоящего и будущего. Территория большая, а сажать новые растения в саду некуда. За десятки лет он зарос деревьями-сорняками. Во время ремонта в специально обозначенных участках удалят вездесущие американский клён и карагач. Если мы уберем эти растения, появятся новые участки, на которых можно посадить красивые декоративные растения для пополнения коллекции нашей же. На нижнем пруду укрепят дамбу, чтобы она не сползла в воду, а также обустроят второй вход со стороны улицы Врубеля. Так будет удобнее для тех, кто приезжает в сад на общественном транспорте. Ремонт будет вестись под строгим контролем сотрудников научного отдела ботанического сада, чтобы рабочие не повредили растения и не нарушили хрупкий баланс между флорой и фауной. Даже безобидное, на первый взгляд, подкармливание уток на пруду приводит к тому, что птицы вместе с угощением склёвывают и кувшинки. Ботанический сад – одно из любимых мест прогулок для самарцев. Здесь каждый уголок так и просится на полотно или на телефон. Очень много красивых растений, необычных, и вот всё как-то это нравится очень. Хотелось бы, конечно, чтобы это было более доступно, чтобы можно было в выходные с детьми прийти погулять, подышать, походить, посмотреть. Для посетителей сад будет закрыт до зимы. Во время ремонта в оранжерее и научном отделе продолжится работа по уходу за новыми растениями, чтобы умножить зелёную волжскую коллекцию. Олеся Корецкая, Артём Сулайманов, События. Работы на склоне в Самаре преображают откосу драмтеатра. Много лет его не ремонтировали, и грунт начал потихоньку сползать вниз, прямо на проезжую часть. Но сам газон выглядел неаккуратно. Сейчас грунт укрепляют по специальной технологии. Как именно, расскажет Марина Матвеевшина. Вместо привычного газона строительная сетка. Склон у драмтеатра ремонтируют по современной технологии. Сначала рабочие сняли 20 сантиметров старого грунта по всей поверхности откоса. Затем натянули сетку, ячейки которой заполняют новой землёй. Сетка должна держать грунт и не давать ему просто сползти по склону. И только поверх неё будут растилать газонные рулоны с травой. Большая часть работы проводится вручную. Это связано со сложной формой откоса и с большим уклоном на данном участке. Техника не имеет возможности подъехать, и, соответственно, поэтому используется ручной труд. Чтобы трава на протяжении всего сезона оставалась свежей и сочной, рабочие смонтировали систему автополива. Общей протяжённостью почти 2 километра. Раньше её не было. Вместо этого газон поливали из шланга. Здесь был проложен сверхводопровод. Подключались шланги, подключались разбрызгиватели. Каждое утро сюда приносили и уносили. А в данный момент будет система автополива. Система автополива идёт у подножья откоса и поверху откоса. С чем это связано? Чтобы весь рулон снизу и сверху, когда будет автополив работать, чтобы всё охватывалось полностью. Тем более, там будет настроено так, что струя будет, грубо говоря, на 180 градусов поворачиваться. Вправо и влево, вправо и влево. Работы на склоне начались в прошлом году. Сейчас они подходят к завершению. Кроме высокого откоса, специалисты оформляют газон через дорогу. К концу лета откос должен быть готов полностью. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События. Строители готовятся к профессиональному празднику. Ежегодно его отмечают во второе воскресенье августа. Сегодня же в Самаре прошло торжественное собрание, на котором чествовали лучших представителей отрасли. Олег Зверев тоже познакомился с лауреатами. Он ещё только поступил на первый курс университета, а уже успел внести свой вклад в реставрацию исторической части Самары. Никита Грицевич – настоящий мастер резьбы по дереву. Этим ремеслом он занимается с 4 класса школы и с детства мечтал стать архитектором. Декоративные узоры оконных наличников этого здания – его рук дело. И уже сегодня у Никиты свой взгляд на то, какой должен быть исторический центр Самары. Мне бы хотелось заниматься восстановлением не только деревянного зодчества Самары, но и в целом исторического ядра нашего города. Скажем, восстановление старых зданий, чтобы можно было почувствовать тот дух 19 века. Сегодня Никита самый молодой в списке награждённых на торжественном собрании, посвящённом Дню строителя. Он получил благодарственное письмо губернатора. По словам главы региона, такие инициативы достойны поддержки, чтобы город становился лучшим. Впрочем, это касается и других строительных специальностей. В канун профессионального праздника награды получили архитекторы, машинисты, сварщики, литейщики, директора строительных компаний. В последние годы область стала лидером по строительству жилья. Идёт подготовка инфраструктуры города к чемпионату мира по футболу. Возводятся стадионы, школы, социальные объекты. Строительный комплекс стал одной из важнейших составляющих экономики региона. Мы будем делать всё для того, чтобы вас поддерживать, для того, чтобы собственный строительный комплекс развивался, неактивно развивался, потому что это всегда был один из мощнейших отраслей народного хозяйства. Тут и вот, и вот, и база, это рабочие места. Настоящей проверкой на прочность работы отрасли станет проведение в Самаре игр чемпионата мира по футболу. Уникальные спортивные сооружения, стадион «Самара-арена», а также всё, что строится по программе подготовки игр мирового футбольного первенства, должны не только достойно представить город перед международным сообществом, но и остаться самарцам наследства на многие годы вперёд. Олег Зверев, Василий Калдашов. События. В Марсхобласти выросли темпы сдачи жилья в эксплуатацию. Сколько новых квадратных метров построили с начала года, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Чёрное золото сегодня продолжает дорожать. Баррель марки «Бренд» превысил 53 доллара впервые с конца мая. Валюта дешевеет. Курс на 11 августа. Доллар 59,92 рубля, евро 70 рублей 26 копеек. Золото стоит 2444 рубля, серебро 31 рубль 98 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 60 рублей 10 копеек, дороже всего продать за 59 рублей 10 копеек. Треть, проверенная русскачеством школьной формы для девочек, оказалась фальсификатом. Несоответствие маркировки найдено в 23 образцах из 75. В России скоро подорожает мёд, по мнению экспертов, примерно на 30%. Из-за холодной весны в этом году начали умирать пчёлы, поэтому продукт может оказаться в дефиците. А в Самарской области рекордными темпами идёт завершение строительства жилья. За 7 месяцев введено в эксплуатацию 650 тысяч квадратных метров. Это на 14% больше, чем в прошлом году. На этом всё. Удачи в делах! Далее коротко о других событиях дня. Массовая авария произошла на 905-м километре трассы М5 «Урал» под Сызранью. Пострадали несколько человек, в том числе и ребёнок. В районе Октябрьского выезда на трассу столкнулись пять автомобилей. Грузовик «Ивека», две «Лады Приоры», «Тойота» и «Газель». Все они ехали в сторону Москвы. По предварительным данным, виновником ДТП стал 40-летний водитель грузовика из Казахстана, который не сумел остановиться перед колонной автомобилей на участке, где идёт ремонт дороги. Серьёзно пострадал 23-летний водитель «Приоры». Его увезли в больницу с политравмой. У 13-летней пассажир «Киевека» диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы. Остальные участники ДТП серьёзно не пострадали. Прокуратура протестовала приговор Екатерине Пузиковой. Напомним, 26 июля суд Красноярского района приговорил вдову погибшего к 9 годам лишения свободы. Прокурор Красноярского района подал в суд апелляцию, посчитав наказание излишне суровым, поскольку по первому приговору Пузиковой назначили 7 лет лишения свободы и не было никаких законных оснований увеличивать срок. Адвокат осуждённый требует полного её оправдания за недоказанностью обвинения. Сама Екатерина Пузикова не признаёт вину, а мать погибшего пеняет на мягкость приговора. 15 августа в Верховном суде Российской Федерации попытаются обжаловать приговор убийцам семьи Андрея Гошта. Напомним, преступников осудили 22 февраля этого года. Махмадали Ахмадов и Роман Фаталеев получили пожизненное в колонии особого режима. Исламу Бабаеву дали 25 лет колонии строгого режима, а охрану Захрабову 26 лет. Так как обвинительный вердикт вынесли присяжные, оправдать в Верховном суде преступников уже не смогут. Они рассчитывают только на смягчение приговора. Напомним, осуждённые ворвались в дом полковника Гошта 26 апреля прошлого года и убили пятерых, в том числе заместителей начальника штаба ГУ МВД по Самарской области. В кровавой бойне выжила только семилетняя девочка. В Самаре 30-летнюю женщину признали виновной в разглашении коммерческой тайны. Она работала в должности техника архивариуса на предприятии, которое занимается производством перфорационных систем, кумулятивных зарядов и взрывчатых веществ промышленного назначения. Согласно данным следствия, в течение пяти лет женщина скопировала со своего рабочего компьютера на флешку сведения о новейших разработках завода. Сотрудница собиралась продать их за 2 миллиона рублей. В роли покупателя выступил сотрудник ФСБ. Самарский районный суд приговорил горе-архивариуса к лишению свободы на год условно. Экологический десант высадился в студенном овраге. Участники регионального отделения Общероссийского народного фронта навозят порядок на пляже. Лариса Шлафаст покажет, как это было. На уборку мусора на берег Волги вышли юные активисты народного фронта. Несколько мешков отходов собрали за считанные минуты. Организаторы говорят, долго уговаривать поработать никого не пришлось. Молодежь легка на подъем. Главное – это мотивация. Главное, что они видят, что нельзя мусорить. И рассказывают об этом своим друзьям. В генеральной уборке берега принимают участие еще экологи и представители садовых товариществ. Стороней не остался и общественный совет микрорайона. Предоставил весь необходимый инвентарь. Наш микрорайон постоянно проводит подобные акции. Естественно, на такие начинания всегда присоединяемся и поддерживаем с водой. Прибывает огромное количество мусора всевозможного, который должен быть с берега ликвидирован. Студионный овраг и береговая линия Волги находятся неподалеку от строящегося стадиона «Самара-арена». Поэтому важно навести порядок, чтобы гости чемпионата мира по футболу увидели самарскую природу во всей красе. Одновременно мы составляем карту этой местности, для того, чтобы было понятно, где находятся родники, где можно, например, разбить бюак, поставить палатку. И я думаю, что сегодняшняя наша акция, мы отсюда начнем уже генеральную уборку всей Волжской территории. По плану волонтеры приведут в порядок больше 4 километров береговой линии. И это только начало. Дальше в планах передать эстафетную палочку всем районам города, чтобы общими силами провести масштабную уборку на всей территории Самары. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Хэштег и никнейм на гаражах и стенах. Интернет-дилеры, продающие психотропные и наркотические вещества, придумывают все новые схемы привлечения новых клиентов. Способ неприметный, но действенный. В Самаре с этой бедой борются не только оперативники, но и общественные советы, созданные по инициативе губернатора. Андрей Горгуленко убедился, что активисты вносят существенный вклад в эту борьбу. Это не вандализм и не конкурс граффити. Активисты общественного совета закрашивают интернет-ссылку на наркодилера. Такие надписи появляются в 32-м микрорайоне еженедельно. На гаражах и строениях общественники ссылки закрашивают своими силами. Если испачкан дом, то звонят в управляющие компании. Алексей Вячеславович, добрый день. Добрый день. Управляющий микрорайоном. Алексей Вячеславович, вот сейчас мы провели рейд по выявлению надписей, содержащих информацию о распространении наркотических и других веществ. К сожалению, на Ташкентской 176, подъезд номер 1, Торец дома. Есть три надписи. Примите, пожалуйста, срочные меры. Закрасьте их. Сегодня закрасьте. Хорошо, спасибо, всего доброго. У активистов совета наложен контакт со всеми структурами. Действуют быстро и слаженно. Заблокировали уже множество интернет-распространителей и обнаружили множество закладок психотропных веществ. Передаю эту информацию в отделы полиции, управляющим компаниям, и мы эти сайты закрашиваем, уничтожаем. То есть все эти надписи стараемся уничтожить. Но, к сожалению, да, к сожалению, еженедельно мы выявляем их либо по новым адресам, либо, опять же, на тех же адресах. Жители отмечают работу общественного совета заметно. На улицах стало меньше наркоманов. Ситуация исправляется. Сейчас выправляется. Совет микрорайона этому, значит, способствует, выявляет и закладки, места этих закладок выявляет, и сайты зачеркивает, замазывает. Может быть, и это. Борьбу с распространением наркотиков общественники 32-го микрорайона не собираются останавливать. В первую очередь, чтобы обеспечить безопасность своих детей. Активисты не только закрашивают интернет-ссылки, но и расклеивают памятки с просьбой сообщать о подозрительных лицах. В общественном совете уверены, вместе им под силу справиться с проблемой. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Любителям настольных игр посвящается. Самарец создал необычную игру, собрал интересные факты о городе и соединил их в своем проекте. «Капиталист» — это игра по образу и подобию монополии, но с самарским характером. Как создавалась игра и в чем ее особенности, узнала Марина Матвеевшина. Четыре. Раз, два, три, четыре. Ну вот, да, нам, реальное училище. Возьму, конечно, у меня же есть деньги. В начале игры лучше скупать все. Да, я тоже так думаю. Стать владельцем заводов, газет, пароходов и погрузиться в жизнь дореволюционной Самары играючи. Алексей Хромов изобрел способ. Придумал игру, которая отправляет на сто лет назад. Она создана по образу всем известной монополии, но с самарским колоритом и местными объектами. Идея создать такую игру пришла в один из вечеров, когда Алексей с друзьями наращивали капиталы в монополии. Если взять, ну вот, одну карточку, допустим, гостиница «Гранд-отель», тут есть три модификации, которые написаны. Ну, это, в принципе, для галочки. И на ход игры никак не влияет. Но, как интересный факт, допустим, то, что в этой гостинице была установлена там подача электричества динамомашиной. Она была подключена не к общей электрической сети, а собственная динамомашина. И никакие передряги им на ход бизнеса не влияли. Ни одно событие в игре не случайно. Два месяца автор перелопачивал архивы, исторические книги и беседовал с экспертами. Но есть и доля выдумки. Например, хулиганы напали на игрока и отобрали часть денег. Но, с другой стороны, кто сказал, что такого в Самаре быть не могло? Вот, допустим, трототип как-то все образовывался. Когда был уже готовый макет электронный, я распечатал черно-белую версию, разукрасил ее от руки, ну, чтобы обозначить эти улочки. Вот. И потом уже в процессе я понял, что, допустим, не хватает вот здесь окошек для карточек. Поменять нужно местами какие-то угловые. Когда с макетом было решено, напечатали деньги. Маленькие копии настоящих дореволюционных купюр. И появились игроки, пластмассовые капиталисты. А это самая первая фигурка, господин капиталист. Вместе со своим создателем он единственный из всех фигур. Прошелся по реальным улицам Самары и сфотографировался на фоне достопримечательностей. Сейчас Алексей продумывает, как сделать такие же игры с историей других городов. Тем более друзья уже ждут продолжения. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин, События. В Самаре проходит последняя неделя спортивного фестиваля. О программе физкультурного праздника расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». В Самаре финишируют спортивный фестиваль «Спорт во всем». Самарская теннисистка сражается за Кубок Канады. Тольятинец выиграл международный легкоатлетический марафон. Юрий Чичин финишировал первым на международном марафоне Европа-Азия. Это его уже третья победа подряд. В Екатеринбурге за медали бежали 5000 любителей и профессионалов на дистанциях 3, 10 и 21 километр. Классический марафон 42 километра и 200 метров Тольятинец преодолел за 2 часа 18 минут и 20 секунд. Своего ближайшего конкурента он опередил на 22 секунды. Чичун выиграл параллельно и Кубок России. Среди женщин третье место заняла тольятинская спортсменка Наиля Юламанова. Анастасия Павлюченкова в первом круге теннисного турнира в Торонто-Канаде разгромила француженку Ализе Корне со счетом 6-0-6-1. Пока самарская спортсменка занимает 19 место в рейтинге Международной теннисной ассоциации. Следующей соперницей Павлюченковой на этом соревновании будет теннисистка из Чехии Каролина Плишкова. В Самаре на пляже под полевым спуском заканчивается спортивный фестиваль «Спорт во всем». Посещение площадок с питьевой водой, вай-фай и спортинвентарем бесплатное. В 9 утра каждый день зарядка и йога. После обеда проходят тренировки и мастер-классы по разным видам спорта. А в половине десятого вечера работает кинотеатр под открытым небом. На этой неделе можно посмотреть фильмы, хоккеисты и тренер. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин